Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас курица в кисло-сладком соусе по-китайски с кунжутом. Это очень вкусно. Я вообще люблю все, что связано с японской, китайской кухней. Поэтому мы это все будем кушать, запивая просто обычной водой с лимоном. Так, мои хорошие. Ой, что-то я в последнее время, вы знаете, хочу поменять влоговую камеру. Оно очень сильно искажает оттенки. Иногда белый цвет показывает зеленым или желтым. Чуть-чуть вот цветокоррекция так слабо работает. Немного даже пожалела, что взяла не самую дорогую камеру. Монтирую влог. И там у меня на некоторых местах зубы зеленые, желтые. Жутко раздражает. Вообще на технике экономить не надо. Надо брать все самое навороченное, хорошее. Сейчас думаю, если покупать новую, куда девать старую камеру? Она работает, работает отлично. Немножко цветокоррекция, очень слабо работает. Вчера в инстаграме наткнулась на комментарий, который оставила продюсер Светлана Лободы под фотографии Филиппа Киркорова и Давы. Она написала, что раньше таких, как Дава, на Кавказе пускали на шашлыке. После премии Муз-ТВ столько всяких этих скандалов, разборок. Я вообще в шоке была, когда смотрела премию Муз-ТВ. Там Оргенштерн вышел на сцену, начал орать, кричать, хамить Собчак. Я очень уважительно отношусь к творчеству Моргенштерна, но мне кажется, проигрывать тоже надо уметь. Я согласна с ним, что Артур Пирожков естественно не заслужил эту победу, но в любом случае нужно уметь как-то культурно преподносить это все, а не орать на весь зал матом. Не знаю, я просто посмотрела, и как бы это все делали они, а стыдно было мне. Не знаю почему. Единственное, кого я могу отметить из наших всех артистов. Мне очень нравится Зиверт. Ну, мы чисто про творчество. Никакие скандалы. Нет хайпа на отношениях. Как, например, постоянно делает Крид. Мне очень нравится Джонни. Он тоже Ни в каких конфликтах, ни в каких скандалах не участвует. И в общем под комментом Давы продюсер Светланы Лободы, это девушка, ее Нотелла, что ли, зовут. Она написала, что таких как ты пускают на шашлыки. Раньше пускали. И там начался целый скандал. Типа она гомофобка. Мешает нам снимать видео. Что ж такое хулиганье, а? На, один кусочек дам тебе, так и быть. Возможно, я не права, но я оцениваю человека не только по его творчеству, но и по репутации вообще. И, например, если сравнивать Киркорова, мне он вообще не нравится. Я не слушаю его музыку только из-за его поведения. Он очень высокомерный, он очень надменный. Такое ощущение, что он презирает всех таких бедных и подлизывается тем, кто добивается какого-либо успеха. С появлением просто соцсетей мы начали замечать, что оказывается не все представители шоу-бизнеса так любят друг друга. как показывали нам, когда я еще была маленькая, кобзон там пел. Тогда нам казалось, что все так хорошо дружат между собой. Что отношения супер. А сейчас понимаю, что ничего подобного. Ну да ладно. Я очень уважительно отношусь к артистам, которые не привлекают к себе внимания скандалами. А просто чисто занимаются творчеством. И все у них замечательно. И давайте немножко поотвечаем на вопрос. Вопрос задает Cool Girl. Квартира есть. Какая следующая цель? Интересный вопрос, на который можно было рассуждать очень долго, что я хочу. Многие мне писали в комментариях, да блин, за такие деньги можно было бы себе купить Porsche. Ты бы могла себе купить такую тачку крутую. Ну купила бы я тачку. Немного погоняла бы. Попонтовалась. А дальше-то чё? Недвижимость будет приносить мне дивиденды. Если я её сдам. Если она просто будет стоять, она опять будет расти в цене. А что будет происходить с машиной? Как только она вышла из салона, уже она стоит дешевле. я человек не пропанты. Столько я видела людей, которые, не знаю, живут в какой-то халупе, но при этом пытаются строить из себя миллионеров. Я всегда думаю о будущем. Я считаю, что я правильно сделала, что купила квартиру, а не машину. И даже сейчас, после покупки квартиры, я ещё сомневаюсь насчёт машины. потому что у меня есть ещё одна цель. Как вы думаете, что я хочу накопить себе на свадьбу? Где-то, наверное, миллион. У нас на Кавкате есть такая тема с приданым. то есть девушка приносит приданное. Мужчина покупает квартиру. Мужская сторона, так скажем. А девушка заполняет мебелью. Я должна накопить и отложить в банке хотя бы миллион. Миллион рублей. А лучше полтора. Потому что мне надо заполнить квартиру. Например, спальные гарнитуры, все дела. Я хочу это всё сделать сама. Поэтому, если дела будут так же хорошо идти, то я думаю, что где-то, наверное, за год я накоплю и эту сумму, отложу и уже спокойно буду, что у меня есть эти деньги. если что, я могу снять счёт и пойти сыграть свадьбу. Вообще, у нас в деревнях принято, например, девушке покупать приданное, даже если жениха нету. Покупают посуду, какую-то утварь, какие-то вещи, которые не меняются с модой, так скажем. И в одной комнате собирают всё это на протяжении, например, подросткового периода девушки, а потом находится какой-то жених и они всё это ей дарят. И она с этими вещами с приданным выходит замуж. В этом плане в Дагестане вообще круто. Вы знаете, там как мама как узнала про эти традиции, мама говорит, всё, ты выходишь замуж, только в Дагестан. Там, прикиньте, жених, он как бы выкупает невесту, так скажем. И где-то, наверное, миллиончик дарит стороне невесты. И они как бы всю эту утварь покупают на эти деньги. Но здесь не так. Просто это чисто у нас традиция. например, свадебное платье девушки оплачивает жених, её прическу оплачивает жених, маникюр, педикюр, золото дарит жених в комплекте. а девушка в свою очередь покупает мебель, спальный гарнитур. всё зависит от того, например, куда она переезжает. Если она переезжает, например, и будет жить с родителями парня, естественно, там у них будет одна комната, где что-то не хватает. И она покупает то, что не хватает в квартире. я совсем забыла, я вам рецепт оставлю внизу. Ну, в общем, не хочу быть ни от кого зависимой, хотя у меня отец замечательный человек, вот он даже при покупке квартиры мне не хватало прям небольшая сумма. Папа сказал, что я тебе отправлю эти деньги, не палься, я сказала, что ничего не надо, у меня всё есть, не палься, я просто хотела сама это всё сделать и осознать то, что вот я до копейки, вот каждый рубль мой. Поэтому вот так вот миллион, полтора накопить, оставить, вот моя следующая цель. Естественно, я не буду вам рассказывать, что вот я накопила миллион и отложила. Квартира это такая вещь, которую не скроешь, поэтому я как бы про это рассказала, а так зачем? Наверное, некоторые спросят из вас, а если вдруг у родителей девушки нету возможности обеспечить ей приданное, что делать в таком случае? когда вообще играют свадьбу, можно сделать свадьбу в не очень дорогом месте, у нас как бы на свадьбе все дарят деньги, без исключения. Я лично не видела гостя, которые дарят например какую-то шкатулку или возможно стиральную машину. Все без исключения дарят деньги. И получается эти деньги половиной идут на расходы ресторана, а за оставшиеся деньги девушка может купить например себе приданное. Или ее отец берет в долг, покупает ей приданное, а то, что деньги остались со свадьбы, с подаренных денег, они уже отдают долг. Так что вот так сложный такой механизм. Ты идешь на свадьбу, например, далишь деньги, потом этот же человек приходит к тебе на свадьбу с учетом инфляции и всего-всего. Дарят тебе кто-то там 100 долларов, кто 200 и так далее, в зависимости от того, насколько близкий родственник. ну просто прийти поесть, поздравить и уйти. Такое, мне кажется, не практикуется. Все дарят. Вода с лимоном это просто кайф. Кстати, сегодня утром искупалась и опять сделала себе гофрешечку. Просто не так объемно, как первый раз. Первый раз вообще ужасно было. Мой любимый йогурт. Я его не заметила, он 3 дня уже у меня в холодильнике. делаем вот так вот аккуратненько. Где моя ложечка? Сейчас будет минутка АСМР. Перемешиваем. ПЕСУ СТОМРТ. я лимон, я лимон. Я лимону, лимон, лимон, лимон. Лимон, лимон. Я наелась, было очень вкусно. Обязательно заглядывайте в инфобокс и смотрите рецепт. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всех люблю, целую. Пока.